Ощущение тепла и уюта почувствовала Наталья Титаренко на выставке в Звенигороде. Признается, больше всех ее впечатлил пейзажист Каменев. Его работы напомнили места, по которым она гуляла в детстве. Причесанных излишне, парков, которые очень хорошие, все замечательно. Но это не та дикая природа, которая, наверное, дает очень много сил человеку. И она вдруг так отражена здесь в картинах. Это так приятно. И это как будто заново наполняет силой детской жизни. Сокровище русского музея в Звенигороде. Выставка вокруг Левитана объединила 56 работ главных русских художников-пейзажистов. Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова и других. Я уверен, что многие для себя с большим удивлением откроют тот факт, что великий Исаак Левитан, как и его друзья, соратники, соподвижники, последователи, находили вдохновение для своих работ именно здесь, в Звенигороде и в Савинской Слободе. И, конечно, находится тот факт, что и Левитана, и всех его друзей сюда привел на эти земли, на эти пейзажи известный Алексей Саврасов. В центре экспозиции расположен сам Левитан. От него кругами расходятся ученики, учителя, друзья. До Левитана видели русскую природу, как это делали художники в середине 19 века, а после Левитана уже по-иному русский национальный пейзаж нельзя было воспринимать, потому что он как бы заглядывал через простой мотив в какие-то глубины русского пейзажа. Вокруг Левитана первый большой временный проект для Звенигородского манежа. Эта выставка перекликается с другой, уже работающей экспозицией «Звенигород. От земли до неба». Мы делаем все возможное, чтобы таких культурных точек на карте Подмосковья появлялось как можно больше. И это межмузейное сотрудничество, межрегиональное сотрудничество, проекты с русским третяковкой, эрмитажем, открытие новых культурных точек, что позволяет привлекать и жителей нашего региона, и туристов столичных из других городов. Выставка вокруг Левитана «Пейзаж конца 19-го начала 20-х веков» из собрания Русского музея продлится в Звенигородском манеже до 25 февраля. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».